Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Марьяна Ланскаря. Я представляю проект «Парижская Академия Онлайн». В рамках этого проекта мы сегодня разбираем курс по теме прохождения финансовых потолков, по преодолению финансовых потолков и переходу на новый финансовый уровень. Сейчас мы переходим к уроку номер 5. В чем он заключается? В том, что мы изучим сегодня, как внедрить в свою жизнь 5 новых привычек за 5 минут. Вы научитесь расширять зону комфорта, не выходя из нее. Вы начнете создавать такие привычки, которые приблизят вас к вашему благосостоянию, и вы увидите, как менять свою жизнь к лучшему, легко и играючи, как виртуоз. Многие задаются вопросом, как формировать новые привычки, как определить причину нехватки финансов и устранить ее через формирование новых привычек и выхода из роли жертвы. На прошлых уроках мы с вами подробно обсудили, какие факторы мешают нам иметь больше денег в нашей жизни. Что же мы выяснили? Что основными факторами невозможности преодолеть финансовый потолок являются негативные эмоции. Что негативные эмоции и вредные привычки лишают нас энергии, а позитивные эмоции и удовольствия наполняют энергией. Что преодолеть финансовый потолок нам мешают негативные убеждения по отношению к деньгам, которые возникли не сами по себе, а вследствие работающих в нас родовых программ. Это и есть финансовый потолок, находящийся внутри нас, в теле, в эмоциях, в мыслях. Теперь, когда мы скинули весь ненужный нам балласт, тянущий нас вниз, привели в порядок наш мотор, наши ресурсы. И теперь нам нужно топливо, чтобы длинуться вверх и вперед. Нам нужно придать ускорение. На следующих уроках мы рассмотрим, какими ресурсами мы должны обзавестись, чтобы совершить качественный скачок вперед и вверх. Мы увидим, как создать завтрашнего себя, обзаведясь новыми качествами поведения, как научиться управлять деньгами, давая себе все нужные резервы, возможности, и как управлять ресурсами времени, совершая правильное планирование дел, и как придать правильное направление всем этим действиям, создавая нужную нам движущую силу через мотивацию. Все это будет нашим топливом. Мы увидим, почему период стагнации и регресса – это хорошо, почему мы должны радоваться сыпящимся нам на голову проблемам, почему мы должны быть благодарны этому периоду и радоваться, вместо того, чтобы проклинать весь мир за его жестокость и несправедливость по отношению к нам. Как увидеть хорошую сторону периода накопления ресурсов и то, что находится за этим периодом? Как сделать всего лишь один шаг и оказаться уже за потолком в период роста, а потолок останется далеко внизу? Если вы на данный момент недовольны тем, что происходит в вашей жизни и хотите большего или лучшего для вас, я вас поздравляю, вы находитесь в ситуации регрессии и стагнации, которая находится ближе всего к вашей заветной цели – преодолению финансового потолка. Итак, сейчас рассмотрим конкретный пример ситуации пробуксовки на месте, чтобы лучше понять ее суть. Если на сегодняшний день вы никак не можете выйти из замкнутого круга проблем, скорее всего финансовых, если вы никак не можете продать свои услуги или товары так, чтобы вам хватало и на жизнь, и на развлечение, и на развитие бизнеса, если вам неимоверно трудно повысить цену за свои услуги и увеличить количество клиентов, если при каждой попытке увеличить ваши доходы поднимаются такие неприятные эмоции, как стыд и чувство вины, если вас преследуют разного рода поборщики, поломки, выход из строя важных элементов в вашей жизни, вы с этим продолжаете бороться. Но все напрасно. В таком случае вы находите состояние стагнации и регресса. Даже этого не измечают. Что при этом страдает больше всего? Конечно же здоровье и отношения с коллегами по работе, в семье. Но это не следствие. Это следствие. Это не причина. Причина в том, что у вас никак не получается быть тем человеком, которым вы хотите. Богатым, самодостаточным, способным оплатить по счетам, имеющим резервы на развитие бизнеса, имеющим сбережения, могущим помочь близким и умеющим получать от этого всего удовольствие. Но все никак не получается. Давайте посмотрим на это с несколько иной точки зрения. Почему вы постоянно получаете одни и те же результаты? Потому что вы делаете одни и те же действия. Если бы вы начали делать другие действия, результаты были бы совсем другие. Это абсолютно точно. Но вы глубоко уверены, что вы делаете все необходимое, чтобы выйти из ситуации стагнации. Налазить дела, развить бизнес, оплатить долги. Ведь правда? Но возникают все новые и новые проблемы. Иногда круче и неприятнее предыдущих. И вы срываете свое недовольство на близких людям. Или, что еще хуже, на себе самому. Портя себе здоровье, ваш главный капитал успеха. Скажу вам сразу, вам это только кажется, что вы поступаете по-новому. На самом деле, вы делаете один и тот же набор действий, только в разных вариациях. Почему? Потому что вы действуете из одной и той же роли, которую вы себе выбрали, и в которой вам комфортно. И очень часто оказывается, что это именно та самая несимпатичная роль жертвы, которую человек камуфлирует даже и под агрессора, и под спасателя. Внутри него все равно сидит жертва. Если вас интересует такое понятие, как жертва, агрессор и спасатель, то вы можете познакомиться с треукольником Картманом. Как это проверить? Да очень просто. Когда к вам приходят и требуют оплатить долги, и какова ваша первая реакция? Правильно. Какие гады? Как они посмеют? Я им всем покажу. Или что-то в этом роде. Обязательно обвиняющие тех, кто нарушает ваш покой и благополучие. Это они виноваты. Не я. Я хороший. Я все делаю правильно. Я очень стараюсь. Я хожу на курсы. Хочу жить по-новому. Изучаю энную профессию. Я стремлюсь к богатству. Я все делаю для того, чтобы быть успешным. А они мне мешают. Вот именно тогда, когда вы сказали слово «они», вы уже автоматически оказались в роли жертвы. Даже если вы очень агрессивная жертва, или очень справедливая жертва, или очень ласковая жертва, или примеряющая жертва, мы все равно жертва. И к вам вечно будут липнуть те, кто захочет проявить к вам агрессию. Вы их притянете. Человек, не находящийся в роли жертвы, не окажется в таких ситуациях. Они у него попросту не возникнут. Никогда. Обойдут стороной. Хочу сразу внести некоторую ясность. Вы думаете, что в роли жертвы живут только самые бедные люди. Я видела множество успешных мужчин, ворочающих миллионами, но вечно жалующихся на своих плохих подчиненных, на плохую налоговую, на весь справедливый мир. Они продолжали жить с привычками бедных людей и продолжали жить в роли жертвы, несмотря на то, что заработали много денег. Хорошо, если вы поняли наконец, что вы постоянно находитесь в роли жертвы и притягиваете к себе как магнит всякие неприятные ситуации, которые вас держат в бедности и не дают двигаться вперед. Ну что же делать? Правильно, выходить из роли жертвы. Но это не так-то просто. Если вы всю жизнь прожили в этой роли, вы к ней адаптировались. У вас появился набор привычек, то есть автоматизма, которые позволяют вам действовать не думая на автомате, при этом сохраняя ваши энергии. Это нормальное состояние системы вашего организма. Вам так комфортнее жить. Частенько слышу такие советы. Выйдите из зоны комфорта. Да ерунда все это. Никто не хочет выходить из зоны комфорта. Никто не хочет провоцировать кризисы, проблемы, сложные финансовые ситуации, которые неизбежно возникнут, если вы начнете все резко менять в своей жизни. Все себя сохраняют в состоянии выживаемости. Выживаемость – это наипервейший истин человека. Но что же делать, если все-таки решил выйти из этого заплесневевшего аквариума жизни жертвы? Если все-таки хочется другой жизни, и ты в душе очень этого хочешь. Да, есть способ перехитрить систему и сделать так, чтобы безболезненно пережить смену формации в вашей жизни. Без срывов, без долгов, без потери имущества, ненужных рисков и потери отношений и, главное, здоровья. Что же это за такая волшебная таблеточка от проблем? Это авторская методика Марьяна Лонской по прохождению этапов роста и быстрому развитию, основанная на трех принципах. Первое. Изменения происходят не постепенно, а скачками. Второе. Для движения вперед системе необходимо иметь постоянную обратную связь с внешним миром. И третье. Для безболезненного перехода из одного состояния в другое необходимо прибегнуть к принципу маневров. Как именно это работает в нашей реальной жизни? К примеру, вы решили изменить свою жизнь и навсегда распрощаться с ролью жертв. Мы берем этот пример, чтобы более наглядно объяснить вам, как это работает. Но это можно применить в любых сферах вашей жизни. Вы решили стать мастером, хозяином, победителем. Выберите то, что вам по душе. Сразу в голове возникает совсем другой образ. У победителя совсем другие качества. Как внешние, так и внутренние. Он иначе себя ведет, он иначе себя держит, он иначе реагирует на события, он принимает совсем другие решения. Хочется стать победителем вместо жертвы? Конечно же, да. Это возможно при правильном применении этой авторской методики по глубинным жизненным изменениям. Но, как мы говорили выше, никто не хочет выходить из зоны комфорта. И даже если попробует выйти, быстренько в нее возвращается. Там спокойнее и теплее. И, как я сказала выше, есть способ перехитрить систему. Под системой я подразумеваю всю систему вашего организма. Тело, души, мысли, эмоции, энергии и так далее. Это то, что функционирует слаженно и синхронно для реализации общей цели. Я повторю. Система – это то, что функционирует слаженно, синхронно для реализации общей цели. Рассмотрим сложные и высокие понятия на самом простом примере – вырабатывание новых привычек. Ведь если вы решили сбросить кожу жертвы, лягушки, и стать победителем, царем или царевной, то вам нужно вжиться в новый образ. Как это сделать совершенно самостоятельно и без вложений? Вы скажете, что проще выиграть в лотерею, и тогда образ сам сложится. Образ делают сами деньги. Так думают многие, и этому многие учат. Но все как раз наоборот. Именно образ и внутренние ощущения делают деньги. Ваше внутреннее состояние, ваши мысли, ваши эмоции и ваши поступки. Вернемся к привычкам. Если вы решили расстаться с ролью жертвы и войти в роль победителя, вам понадобятся новые привычки. Как новый стиль поведения. Но как, скажете, вы действуете по-новому, когда я продолжаю всех и вся обвинять в моих проблемах? Очень просто. Тут мы применим метод маневра. Принцип маневра заключается в том, что для того, чтобы что-то изменить, не нужно выходить из зоны комфорта. Нужно расширить зону комфорта. Каким образом? Вы выписываете пять привычек жертвы. Самые простые, ежедневные, которые вы делаете постоянно. Например, всех во всем обвинять, жаловаться на жизнь, говорить, что у вас нет денег на то и на это, покупать самые дешевые вещи на распродажах и закупать еду в дешевых магазинах. Это, к примеру. Далее мысленно окунитесь в образ победителя и пропишите пять привычек, противоположных предыдущим. Получится. Я сама ответственна за все, что происходит в моей жизни. Моя жизнь прекрасна и удивительна. У меня на все есть деньги. Я очень люблю покупать дорогие вещи, закупать продукты в дорогих магазинах. Вы сразу взвоите, но у меня на это все нет денег. Деньги для перехода к новым привычкам и не нужны. Вы продолжаете весь день жить по принципу жертвы. Но пять минут в день вы живете по принципу победителя. Всего пять минут. Пять минут на каждую новую привычку. Это не так много, чтобы вас это стало сильно напрягать. Продолжайте это делать столь долго, чтобы наконец почувствовать удовольствие в эти волшебные пять минут, когда вы вдруг оказались в коже победителя. Зафиксируйте это удовольствие, прочувствуйте, запишите, запомните, поблагодарите себя за это и сделайте себе крошечный подарок. У вас уже есть упражнения на поощрение себя абсолютно бесплатно или совсем недорого. Пользуйтесь. Пусть вам будет комфортно. Продолжайте ощущать это расширенное состояние комфорта. Старых привычек никто не отменял, но вы перестали с ними бороться. Они стали блекнуть на фоне новых привычек, и вы плавно начнете предпочитать новые привычки старым, ведь они несут в себе более симпатичный образ победителя, хозяина, мастера, царя, царевны. Дальше. Когда пять минут в день стало крошечной привычкой, увеличивайте постепенно время жизни в роли победителя, и, соответственно, время в роли жертвы будет сокращаться. Вы постепенно, очень плавно совершите маневр перехода в новое состояние. Если будете делать упражнения ежедневно в течение нескольких месяцев, минимум трех, вы однажды оглянетесь назад и себя не узнаете. Вы уже будете в большей степени победителем и в меньшей степени жертвой. И события в вашей жизни начнут происходить совсем другие, и проблемы начнут вас обходить стороной, и люди повернутся к вам в лучшей своей стороне, или навсегда уйдут из вашей жизни, и вы станете поступать совсем иначе, создавая вокруг себя новую реальность. Вам станет легко получать за свою работу достойную сумму, и вы легко поднимете цены за свои услуги и перестанете испытывать стыд и чувство вины, говоря об оплате, и вы гораздо легче привлечете клиентов в свой бизнес, ведь от вас будет исходить образ победителя, а не жертвы. Жертва отталкивает людей, победитель притягивает. У вас поменяется метафизическое пространство вокруг вас, пойдут другие волны в мир. Вы думаете, что жертва – это не про вас? Очень может быть. Но роль жертвы могут играть и очень богатые люди. От количества денег это не зависит. Люди могут зарабатывать миллионы и жаловаться на жизнь и плохих подчиненных. На четвертом финансовом уровне жертвам места нет. Поэтому важно знать, как распрощаться с этой ролью. На этом примере мы рассмотрели, как формировать новые привычки. Качество, мысли, убеждения, комфортные для себя способы. Принцип также работает, если вы хотите перейти на новый финансовый уровень, пробив финансовый потолок. Вам нужны новые привычки того человека, который будет жить на качестве нового уровня дохода. Пропишите ваши нынешние привычки и привычки человека с новым уровнем дохода. Посмотрите, насколько вы нынешне отличаетесь от себя будущего. Затем создайте привычки себя будущего. Уже сейчас, не ожидая дополнительных доходов. Теперь перейдем к выполнению упражнений 5-го урока. Первое. Вы выписываете 5 привычек жертвы или того вашего нынешнего уровня, на котором вы находитесь. Вы выписываете 5 противоположных привычек победителя или человека, достигшего нового финансового уровня. Третье. Уделяете новым привычкам только 5 минут в день. Четвертое. Делайте упражнения в течение трех месяцев. Пятое. Фиксируйте полученное удовольствие в эти 5 минут. Шестое. Поощряйте себя подарками. Седьмое. Увеличиваете постепенно время до 10 минут в день, 15-20 и так далее. Вы спросите, а можно ли навсегда распрощаться с ролью жертвы и сделаете это как-то побыстрее? Да, можно. Но об этом мы будем говорить на нашем курсе по преодолению финансовых потолков, которые вы можете получить по ссылке в аннотации к этому видео. Если вам трудно работать одному, записывайтесь на бесплатную индивидуальную консультацию. Мы вам сделаем первую диагностику вашей проблемы. Поможем понять, где вы находитесь, являетесь ли вы уже жертвой или вы являетесь уже победителем. Выявить, какие привычки вас держат на том уровне доходов, на котором вы сейчас находитесь и какие привычки будут у того человека, который будет зарабатывать качественно большее деньги в 2, 3, 10 раз больше. И поможем вам их создать достаточно быстро. На этом мы заканчиваем пятый урок. И в следующем уроке, который называется «Оптимальный бюджет», интереснейший урок, богатейшая информация, вы увидите, куда утекают ваши личные деньги. Вы выстроите свой оптимальный бюджет, исходя из 7 параметров ваших нужд. И вы сможете иметь деньги на все, что вам нужно, без кредитов и долгов. На этом я заканчиваю пятый урок. И жду вас на следующем, шестом уроке. С вами была Марьяна Лаская, Парижская Академия онлайн. Спасибо. Спасибо. Спасибо.